как родители нарушают личные границы детей подпишись на меня у меня много чего интересного манипуляции родителей которые очень опасны для ребенка и для его созревания насильно кормят ребенка и заставляет его есть этим мы ему сообщаем что он должен верить не своим физическим ощущениям а тем что ему навязывают то есть то что говорит мама бабушка папа они своим внутренним ощущением я сыт и я наелся на праздниках столько готовила насильно укладывает его спать когда он не хочет без разрешения роется в личных вещах просматривает телефон ковыряется в почте смотрят эсэмэски проверяют инстаграм родители вы этого не имеете права делать это личностные границы ребенка а теперь не что папа проверяют ее телефон мы сказали что папе пришло уведомление том что ты смотришь видео мы увидели это видео маш она вода прийти уведомление понятно все это ложь во благо потому что мы не хотели что наш ребенок скрывал еще больше от нас она будет знать что мы можем посмотреть ее телефон и от этого будет рождаться еще большая ложь применять физическое наказание даже маленькое пошлепывание это называется полное уничтожение личности ребенка это вызывает у ребенка чувство унижения и беспомощности и может привести к очень серьезным последствиям вы хотели чтобы ваш ребенок говорю что меня можно ударить потому что я веду себя не так как надо да меня можно бить и когда ребенок вырастает он находит себе мужа который ее бьет потому что она ведется не так как надо и к этому приучили вы давайте начали разберем что такое границы представьте что каждый человек это отдельное государство у каждого свои законы менталитет чувства и за границей лучше не заступать не заезжать потому что могут произойти войны катаклизмы уничтожения без ощущения своих собственных границ тяжело себя почувствовать счастливым человек перестает управлять своей жизнью когда у него исчезают границы поэтому это очень важно для каждого ребенка в определенных ситуациях неумение защищать свои границы приводят к определенным болезням поэтому всегда нужно уметь отстаивать свои границы без своих границ человек не делает то что хочет а делает то что хотят другие еще сложнее всего это родителям потому что приходится балансировать между родителям и человеком который должен не нарушить границы и не испортить психику своего ребенка вдумчивый родитель для меня кажется просто каната ходит с какой-то который идет 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 и одно неправильное движение и бак бойся гнева терпеливого человека страшная ситуация ребенка ведут насильно на кружки он этого не хочет рисование фортепиано пение танцевания тяни носок бабушка я не могу не можешь пошли на музыку вы подготовили песню конечно мой верный конь самуилт в каких премиях ты был что это это дождь бабушка что дальше лови капельки язычком это он нарисовал когда ему было пять годиков а это он нарисовал когда ему было восемь а это председатель нашего гаражного кооператива Виталий Геннадьевич Забаронов каждый ребенок имеет право на свой образ мысли и на свои увлечения да это может быть плюс каким-то будущим достижением ребенка это какие-то открытия дороги но эффект минусов намного хуже да вы представьте сколько красных дипломов у ваших родителей которые просто им никогда не пригодились а за чего потому что родители заставляли этот диплом нужен только был родителям а ребенок этой профессии даже никогда не воспользуется а просто потратит время никогда не нарушайте интеллектуальные границы вашего ребенка например еще молоко на губах не высохло сиди и помалкивай если вы такое говорите ребенку вы нарушаете все их границы которые только могут быть Кристина выйдешь ты замуж я буду на стороне твоего мужа а на муже будет не так никто ну правильно ты каблука найдешь все высказывания ребенка обсмеиваются и не воспринимаются серьезно если ребенок с вами чем-то делится а вы ему говорите да что ты в этом понимаешь совсем не учитывая его мнение то какой же вы родитель вторая часть выйдет совсем скоро дождитесь а пока подпишись пока пока пока